Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. В Академии наук Республики Татарстан состоялось вручение дипломов ученым, удостоенным звания профессор Академии наук Республики Татарстан. Среди новоиспеченных профессоров – представители Казанского федерального университета. Дипломы о присвоении звания на торжественной церемонии вручил президент Академии наук Республики Татарстан Ревкат Мениханов. Звание присваивается ученым за высокие научные достижения и активное участие в создании и внедрении новых знаний, технологий и разработок в экономику и социальную сферу Татарстана. В зале заседания Попечительского совета состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина с абитуриентами, поступающими в КФУ без вступительных испытаний, с ребятами, чьи баллы за единый государственный экзамен равны 100. Подробнее о том, как прошла встреча, что подарили будущим студентам и как будет проходить новый учебный год, смотрите далее. Субтитры создавал DimaTorzok Мы всячески приветствуем, так нам идут ребята-высокобальники. Более того, с принятым решением, мы еще вас и поощрим материально, за то, что вы так хорошо в школе учились. Значит, в 100-бальники получите на время выплату 100 тысяч, 200-бальники 200, но если будут 300-бальники, получат 300 тысяч. Я думаю, что это хорошее подспорье перед началом учебного года. Далее для ребят выступила Юлия Виноградова, директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. Она рассказала абитуриентам о активной студенческой жизни, поделилась результатами работы Департамента и отметила, что студенты Казанского федерального университета ежегодно получают звание студент года по Республике Татарстан и другие почетные звания. Также в ходе встречи будущим студентам вручили брендированные рюкзаки, которые были наполнены продукцией Казанского университета. Как отмечают сами ребята, для них Казанский федеральный университет – один из самых лучших вузов России. Эти встречи очень важны, потому что именно они показывают возможности. Казанский федеральный университет – это в первую очередь возможности. Они прошли сейчас очень такой большой путь, когда достигали вот этих высоких баллов, и сейчас перед ними стоит выбор. И прежде того, что мы выбираем вуз, по и выбираем специальность, еще необходимо рассматривать, что сейчас будет у них самореализация. И вот как раз Казанский федеральный университет, он помогает самореализоваться в разных направлениях. Это и в науке, и в образовании, и в творчестве, и в спорте, и в своих идеях, и в проектах. И самая главная особенность очень сильная, что мы делаем тесную связь между преподавателем и студентом, потому что именно наставник помогает достичь новых успехов, сформировать траекторию, привести к победам и открыть новые имена. Я трехкратный призер с Российской Олимпиады школьников по технологии. И благодаря этой Олимпиаде я смогла поступить без вступительных испытаний, и мне приравняли экзамены к Стамбалу. Я поступаю на архитектуру и проектирование. Казанский федеральный – это самый сильный вуз нашего региона, это федеральный вуз. Очень почетно здесь находиться сегодня. В завершении встречи у ребят была возможность задать вопрос руководству Казанского федерального университета и пообщаться в неформальной обстановке. Далее, по традиции, была сделана общая фотография абитуриентов с ректором КФУ Ленаром Сафиным. На сегодняшний день заявление на обучение в КФУ уже подали 316 стобальников, 17 абитуриентов, набравших 200 баллов по результатам ЕГЭ и 1 300-бальник. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. В Институте управления экономики и финансов состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. В этом году дипломы получили 417 выпускников. 64 из них окончили вуз с отличием. Как прошла церемония, расскажем далее. Зал наполнился выпускниками в мантиях и конфедератках, роскошных платьях и костюмах. Значит, самое время начинать. Первым с приветственным словом выступил декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский. Он окунул всех гостей в воспоминания, напомнив о том, как выпускники, сидящие в зале, только начинали свой путь студента. А теперь с большим багажом знаний вышли на новый этап своей жизни, будучи дипломированными специалистами. Первыми свои дипломы получили ребята, окончившие учебу с отличием. Их труд и усердие не остались незамеченными. Они потрясающие, они креативные, добрые, отзывчивые, очень романтичные. Это совершенно другой темперамент и какое-то очень нежное, вдумчивое открытие мира. Каждый год мы удивляемся тому, насколько необыкновенные поступают к нам студенты. И хотя говорят, что сейчас современная молодежь не так много, может быть, ориентируется в классике, в классической литературе или еще в каких-то традиционных для гуманитарих предметах. Но, тем не менее, это удивительно тонкие в творческом плане личности, которые просто ищут свой путь. Следующими свои заветные дипломы вышли получать выпускники кафедры национальных и глобальных медиа. С поздравительной речью выступил заведующий кафедры Васил Гарифуллин. И также пожелал ребятам успехов в их дальнейшей творческой деятельности. Он пригласил на сцену преподавателей, которые долгие годы шли рука об руку со студентами. Поддерживали их начинание и даже самые необычные идеи. Я умудрилась поучаствовать в двух очень классных проектах. Первый проект — это был иммерсивный театр, в котором я приняла участие и как организатор, шоу-ранер, так же, как и актер. И второе — за время обучения мы учились писать истории, рассказы. И один из рассказов теперь красуется в Национальной библиотеке. Это он теперь выглядит как маленький такой красивый комикс в одном большом сборнике. Практика, теоретические материалы, творческое развитие. Я бы, наверное, сказал еще так же научная деятельность, поскольку с Юлей Валентиновной занимались научной деятельностью. Написали статью о адаптации человека и искусственного интеллекта в творческой деятельности. Поэтому в целом интересно. Следующими на очереди были ребята, которые на протяжении своего обучения не только учились освещать новости, но и были их непосредственными создателями. Закадровый, блиц, стендап — и это все про телевизионщиков. С поздравительной речью выступила заведующая кафедрой телепроизводства и цифровых коммуникаций Юлия Андреева. Она поблагодарила родителей, преподавателей, сотрудников университета и, конечно, самих ребят за вклад в родную альма-матер. Ведь каждый из них оставил в ней частичку себя. Поэтому на сцену были приглашены и сами выпускники. Как бакалавариата, так и магистратуры. Это, конечно же, грандиозные события, особенно когда заканчиваешь магистратуру, совершенно другие ощущения. Чувствуешь себя намного взрослее. И то, что сейчас, это своеобразная дорожка открывается совершенно в новый путь, когда ты уже серьезнее, ответственнее и более понимаешь, куда ты двигаешься и что тебя в дальнейшем, возможно, ждет. За время обучения мне больше всего понравилось то, что есть возможность попробовать себя в различных ролях в процессе телепроизводства. Это от монтажера до оператора, режиссера, сценариста, вообще полный спектр. Вообще, самое ценное, наверное, в учебе, в университете конкретно, это то, что выстраивается коммуникация такая, что вы с преподавателем не просто как учитель-ученик, а вы коллеги. И из этого вытекает то, что вы свободно можете дискутировать на любые темы. Вы, может быть, не согласны с чем-то. И это здорово, потому что вы можете в процессе какого-то диалога прийти к чему-то совершенно новому. Я за время в университете, в принципе, мне кажется, максимально погрузилась во все, что только можно. Здесь все возможности использовала. Так вышло, что даже получилось поработать на студенческом телеканале Универ ТВ. Полет птицы начинается с желания взлететь. Вот самое главное на протяжении всей нашей совместной творческой работы в Высшей школе журналистики на кафедре телевидения, телепроизводства цифровых коммуникаций, сохранить за нашими студентами вот это желание полета, взлететь и осваивать новые горизонты, новые свои, свои новые вершины. Поздравить ребят пришли и выпускники прошлых лет, которые рассказали о своей жизни после университета и сказали напутственные слова. Таким же трепетным стало и появление преподавателей. Некоторые из них даже пустили слезу. Ведь это непросто – видеть, как совсем недавно пришедшие студенты стали настоящими профессионалами своего дела. Церемония вручения дипломов стала не только символом завершения учебы, но и началом нового пути в профессиональной деятельности для каждого выпускника. Но мудрость и знания, полученные во время обучения, всегда будут помогать им. Кристина Отекина, Богдан Священко, Универновости. О выдающемся ученым Казанского университета физики-ядерщики и его открытии электронном парамагнитном резонансе знают, пожалуй, все. Как следует из архивных документов, Евгений Завойский впервые наблюдал на осциллографе сигнал магнитного резонанса 21 января 1944 года. В Государственный реестр научных открытий Союза Советских Социалистических Республик явление электронного парамагнитного резонанса было внесено 23 июня 1970 года, как научное открытие номер 85, с приоритетом от 12 июля 1944 года. Как это было и зачем нужно, ответы на эти другие вопросы в сюжете нашего корреспондента. Академик Евгений Завойский – знаменитый советский физик-экспериментатор. Основатель Казанской научной школы физиков он прославил Казанский университет, открыв в 1944 году такое явление, как электронный парамагнитный резонанс. В 1926 году ученый поступил на физико-математический факультет Казанского университета, а после там же продолжил карьеру и возглавил кафедру физики. Мы очень рады, что в 1944 году выпускником и доцентом нашего университета Евгением Константиновичем Завойским было открыто такое явление, как электронный парамагнитный резонанс. Надо сказать, что в те времена увлечения квантовой физикой все искали, так сказать, из чего устроена материя, как устроены ядра, как устроены атомы. И вот все искали ядерный магнитный резонанс, а нашему великому соотечественнику-выпускнику Казанского университета удалось наблюдать электронный парамагнитный резонанс, то есть как резонируют электроны в атомах. Сзади меня видите большой-большой магнит, большой-большой магнит, может быть и маленький магнит, помещается вещество, его облучают с помощью сверхвысокой частоты, СВЧ, то есть с помощью электромагнитных волн. И вот при определенном соотношении частоты и магнитного поля вдруг все вещества начинают резонировать. И это сразу говорит о том, в принципе, ну можно понять, из чего сделано вещество, какой это материал, что там внутри. К самому открытию ученый пришел даже раньше, чем в 1944 году. Совместно с коллегами Семеном Альтшулером и Борисом Козыревым они стояли на пороге открытия уже в 1941 году. К изучению явлений Завойского сподвигла статья Гортера. Электронный парамагнитный резонанс – метод спектроскопии, который используется для изучения молекулярной структуры и химических свойств веществ, содержащих неспаренные электроны. Принцип работы основан на явлении резонансного поглощения электромагнитного излучения веществом с неспаренными электронами во внешних магнитных полях. Метод позволяет исследовать структуру и свойства веществ на атомном уровне, изучать процессы, протекающие в твердых телах, жидкостях и газах. Допустим, нам нужно исследовать какое-нибудь вещество. Здесь, в этой установке, в стеклянной пробирке, вот такой порошок. Боюсь назвать неправильно, но это соли марганца. Хотя физики называют очень сложные лиминования, я их не выговорю. Вот это вещество у нас здесь показано. Вот нам нужно его исследовать. Мы помещаем его в катушку. Чтобы здесь создалось магнитное поле, нужно дать напряжение. Мы видим, что стрелочки в амперметрах, в вольтметрах отклонились. И сейчас магнитные поля пронзают наш порошок в стеклянной колбочке. Что там происходит, мы можем видеть на экранах осциллографов. Вот как раз видим такую вот амплитуду. Она похожа на кардиограмму сердца. Ну, человеческого сердца. То есть амплитуда чем выше, чем ниже, тем, значит, показывает, что процесс идет. Ну, у человека сердце работает. Но смотрите, если мы попытаемся достать этот порошок и уже без него вставить сюда пустую катушку, то видим, что на осциллографе ровная линия. То есть ничего не происходит. За это открытие за войске был достоин Сталинской премии в 1946 году. Ученый неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию в 1952, 1953 и 1954 годах. Но премия в области физики в те годы была присуждена другим исследователям. Несмотря на то, что за войске не получил премию, его открытие электронного парамагнитного резонанса стало важным вкладом в развитие физики твердого тела и спектроскопии. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!